друзья всем привет сегодня мы с инструктором автошколы давидом инструктор школы на стейтен айленде в нью-йорке мы решили записать это видео и записать самую одну из самых важных частей при trip inspection это не кабинспекшн и сделать это в двух вариантах на русском языке и на английском в общем-то я благодарен давиду за то что он вовремя вовремя помог мне освоить вот эту часть и сказал говорить своими словами для того чтобы говорить своими словами важно понимать как и что ты делаешь поэтому давид предложил это сделать на русском языке и на английском языке погнали при trip inspection мы начинаем с ремня что у нас ремень имею нас правильно прикручен кабине ремень не порван не надорван не не махрится там в общем любые какие-то слова о его состоянии ремень закрывается ремень открывается в общем замочек работает правильно и мы оставляем ремень уже пристегнут потом у нас пошли зеркала наши боковые зеркала на дверях они самое главное про них это то что они правильно отрегулированы под водителя они правильно отрегулированы под водителя они чистые они не поломанные не потрескать в общем какие-то слова про их состояние что они в хорошем состоянии потом у нас есть лобовое стекло лобовое стекло у нас не поломанное не треснутое она правильно закреплена с помощью резиновой прокладки вокруг с под прокладки ничего не течет и никаких у них у нас очень повреждений на стекле нету вот потом у нас есть так называемый emergency equipment то есть три позиции это огнетушитель который обязательно надо сказать что он закреплен к полу надо сказать что он до конца заряжен то есть у него стрелка на зеленом зеленом секторе этого дисплея что он не просроченный и у него на месте его этот пин чека в общем на месте не выдернуто также у нас есть коробочка красная с тремя отражающими треугольниками внутри они правильно слова сложены внутри не поломаны не потресканы и у нас есть запасные предохранители это поймешь за себе потом мы переходим уже непосредственно к электронной части грузовика то есть мы включаем зажигание и первое что про что мы говорим после включаем после включения зажигания это ABS система то есть у нас ABS лампочка она загорелась и погасла и это говорит о том что наша ABS система правильно работает следующее что нам надо проверить это наши индикаторы на дашборде на торпедке то есть нам надо проверить правый индикатор левый нам надо проверить аварийку и дальний свет 4 индикатора это то что мы должны проверить потом у нас есть два сигнала это городской или электрический кто как называют и хайвейный или воздушный сигнал надо проверить оба потом у нас есть дворники то есть они работают на маленькой скорости на большой скорости и они работают с водичкой значит теперь у нас остался наш то что нам надо проверить это хитрый дефроста значит можно ставить на две раздельные позиции можно на комбинированную на самом деле никакой разницы нет давай покажем на раздельных то есть ставим сначала на дефрост ставим на теплую эту и включаем фэн воздух начинает дуть мы ставим руку наверх говорим что мы чувствуем как воздух дует значит дефроста у нас работает то и потом ставим на какую-то любую позицию где чтобы проверить печку здесь или снизу там зависимости куда поставили то есть говорит что я чувствую воздух дует значит этот хитрый работать ну или можно поставить на комбинированную позицию чтобы туда сюда не переключать и сразу там дует здесь дует значит все работает правильно после этого у нас идет безопасный запуск двигателя первый запуск это безопасный долл мы должны проверить что у нас включены тормоза парковочные что у нас коробка на нейтралке стоит после этого мы нажимаем на педальку тормоза и запускаем машину запускаем машину и нам надо накачать давление до 120 писаев или ну там зависимости от рака кто-то 120 125 130 по разному бывает в общем мы накачиваем пока мы не услышим характерный звук что воздух там полный у нас и сброс воздуха может для этого чтобы это быстрее было дать чуть газа она накачивается быстрее бывают ситуации когда баки почти полные и компрессор не включается не качается тогда надо перед этим предварительно чуть бросить давление там где-то до 90 до 100 чтобы компрессор включился и началась прокачка в нашем случае он сработал мы говорим что мы услышали звук этот гавернар отсек воздух и наша система полностью заряжена после этого мы говорим что мы выключаем двигатель и говорим что мы будем проверять наши воздушные тормоза на утечку для этого нам надо включить зажигание обязательно все самые характерные ошибки когда люди не выключают мотор не включают зажигание и не отпускают парковочные тормоза вот три самые распространенные ошибки поэтому выключили мотор включили зажигание нажали на педаль тормоза не надо на нее давить со всей дури можно просто приложить ногу так чтобы тормоза были под давлением но не надо там очень сильно туда вдавливать и последнее мы отключаем парковочные тормоза мы начинаем смотреть на наши датчики давления давление начинает падать нам нужен тот момент когда стрелки остановятся то есть давление стабилизируется в нашем случае она стабилизировалась в районе где-то 105 или psf вот и от этого момента когда давление стабилизируется мы это говорим что наше давление стабилизировался и мы начинаем отсчет минуты считаем ровно минуту не меньше никак были случаи когда ребятки не сдавали потому что не досчитывали через минуту когда она пройдет мы скажем продолжение а пока так если вдруг так случится на тесте что утекло воздуха больше чем 4 переса и то есть это надо сказать вообще желательно говорить что вот на она остановилась там на 105 все когда минута прошла вы скажете там она еще там 105 или 103 неважно там сколько будет если потерял больше четырех то надо говорить да значит я потерял больше четырех и утра к есть этот лику ну утечка воздуха то есть вы не можете там драйв вам да скорее всего дадут закончить при 3 inspection вот не скорее всего сказать дадут закончить при 3 inspection причем похвалишь его такой молодец и все это увидели а вот если вы не скажете что у вас ушло больше 4 инструктор он был а экзаменатор он будет смотреть на это и он это увидит то в конце он просто скажу что спасибо до свидания но ты не увидел очень серьезную там проблему соответственно тест завалил очень минуту наши кстати прошла у нас давление где-то в районе 104 то есть но где-то один писает от утек то есть все в пределах норма и мы говорим что она не ушло больше 4 значит системе нет утечек и система работать правильно следующее что следующее мы проверяем нашу предупредительную систему низкого давления то есть она срабатывает на 60 писах мы это говорим что вот мы сейчас будем ее проверять она мы будем качать педаль тормоза сбрасывает давление до 60 в районе 60 наши значит лампочка и звук этот пищащий должен сработать включиться и начинаем качать опять-таки не надо там сильно отпускать чтобы не дай бог вот так не получилось и трах не покатился не дернулся потому что это автоматический завал экзамена надо так придерживая тормоз качает спокойно это делается и давая давление до 60 в районе 60 у нас включились лампочки как мы видим включился этот база пищалка и мы просто говорим что лампочки включились база включился значит система работает правильно следующее что мы делаем мы проверяем парковочные тормоза парковочные тормоза на этот при низком давлении между 20 и 40 они должны выскочить это называется emergency spring break то есть экстренные пружинные тормоза по-русски говоря то есть на русский мы говорим что она нам надо скинуть давление между 40 и 20 и при этом давлении к эти кнопки парковочных тормозов должны выскочить наружу и продолжаем качать до тех пор пока они когда они обе выскакивают мы говорим что парковочные тормоза выскочили значит система работает правильно бывает так что выскочил один человек остановился качать это неправильно 2 допустим еще стоит кто-то помогал себе рукой это тоже неправильно они оба должны выскочить от того как ты качаешь ногой теперь у нас нету давления в системе и все что надо завести машину чтобы накачать давление заводим машину даем чуть газа держим там в районе обороты в районе 1200 и качаем давление а 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 Это primary and secondary Primary сверху, secondary снизу Мы говорим, что мы видим, что стрелки двигаются Давление накачивается в баки И говернер должен сработать между 120 и 140 PSI Ну и потом можем еще чуть добавить газа Чтобы быстрее все это дело накачалось Мы услышали, как сработал говернер Значит, система у нас полностью заряжена И теперь мы начинаем проверять наши парковочные тормоза Значит, желтый у нас это парковочный тормоз от тягача Красный от прицепа Значит, что мы делаем? Нажимаем на тормоз, включаем драйв И говорим, что сейчас мы будем проверять парковочные тормоза трака Мы отключаем трейлер Слегка нажимаем на педаль газа Опять нажимаем на тормоз И говорим, что трак не издвинулся Значит, тормоза тягача его держат и работают правильно Следующим мы будем проверять парковочные тормоза трейлера Мы включаем трейлер Отключаем тягач Даем газа опять Говорим, что трак не поехал Значит, трейлерные тормоза держат его и работают правильно Третье Мы проверяем наш ручной экстренный тормоз для трейлера Hand valve, hand brake, то как его называют Нажали его до конца вниз Там в зависимости от трака Бывает здесь, бывает здесь Выключили оба парковочных тормоза Опять дали газку Говорим, что трак не сдвинулся Значит, hand valve, этот hand brake работает правильно И работает правильно Держит трак и работает правильно Мы закончили проверку тормозов парковочных Включаем парковочные тормоза Ставим нейтралочку Выключаем этот ручной тормоз И опять набираем давление Теоретически, если давление больше 90 То уже можно делать сервис break-тест Проверять эти рабочие тормоза Но на тесте лучше накачать давление до полного Докачать до 120 Услышали звук Давление полностью накачано Система полная И последнее, что нам остается Это проверить наши рабочие тормоза Опять-таки, нажали на педаль тормоза Включили drive Отпустили оба тормоза Едете вперед, не знаю, там 5-10 метров Не надо быстро, потихонечку Начинаете аккуратненько тормозить И во время торможения отпускаете руль Машина останавливается Говорим, что у нас руль не покрутился Налево или направо Машина остановилась прямо Значит наши сервисные рабочие тормоза Работают правильно Включили парковочку Включили нейтралку Если наше давление больше 90 Сказали, что мы закончили И готовы приступать К следующему этапу нашего экзамена Ну, значит, начнем Включили нейтралку Мой сидбелл Мой сидбелл Проперли мутит и закурен Включили кабин Не сжигание Не сжигание Не сжигание Бакал 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 и нет никаких искусств. У нас есть эмэржесия, это файер-экстегище. Это правильно прикладывается и закреплено на флор. Это фуле-чаргет, на дисплей, на дисплей, на дисплей, и на дисплей. И у нас есть розовый бак, визитно-рефлекторе, внутри. Это правильно прикладывается, не брак, не брак, а также, а также, у нас есть спеер-фузер и в голове-компартмент. So, next, I'm going to turn on my ignition to check my ABS system. I see my ABS light is on, and it's off. It's my ABS system working properly. My CT and my highway horns working properly. My right signal indicator, my left signal indicator, my high beam indicator, and my 4-way flashers indicators working properly. I didn't understand that. My windshield wipers working low speed, working high speed, and it's working with the washer fluid. Now, I'm going to check my heater and defroster. I turn to combined position. Fan is on. I feel air is blowing on the top. This means defroster is working. And I feel air blowing on the bottom. The heater working as well. So, now I'm going to do the safe start. For safe start, I need to make sure my parking brakes is in applied position. My transmission is neutral. I'm applied foot to the service brake and safely start the engine. So, and I need to build up air pressure. Press the gas. Keep RPM around 1200. We hear the sound like sneeze. It's the governor cut off and our system is fully charged. So, I'm turning off the engine and now I'm going to check my air brake leak test. To check the air brake leak test, I need a turn on ignition. So, apply foot to the service brake and release tractor and trailer parking brakes. And wait until pressure is stabilized. Okay, stabilize it around 105 psi. So, and I'm start count one minute. Okay, one minute is up. Pressure still around 103 psi. So, we don't lose more than 4 psi per minute. It means no leaks. Now, we need to check low pressure warning devices. To check low pressure warning devices I'm start pumping brake pedal and draw need to drop pressure around 60 psi. And around 60 psi warning lights and buzzer must come on. Okay, warning lights buzzer is on. It means system working properly. Now, I'm going to check my emergency spring brakes. I'm continuing pumping brake pedal and I need to drop pressure between 20 and 40 psi. Between 20 and 40 psi parking brakes not automatically pop out. It means system working properly. So, I know I need to start the engine to build up air pressure. Okay, now we're going to over the gauges. the water temperature gauge. It shows the temperature of the engine of the water now is around 160. And the normal operating range between 170 and 200 degrees. No any warning signals and working properly. Oil pressure gauge. I see the needles working properly and the normal operating range between 30 and 60 psi. My volt gauge, battery gauge. It shows the alternator charging the battery and should be on the blue zone on the gauge between 12 and 15. And it's working properly. And we have two air pressure gauges primary on the top and secondary on the bottom. It shows this working properly. It shows the system is charging and the governor should cut off between 120 and 140 psi. on the other side. The governor just cut off and the system is fully charged. Next, we're going to check our parking brakes. I'm applying foot to service brake, transmission and drive. to check the tractor parking brakes we need to release trailer brakes, press gas, truck is not moved, tractor parking brake held it and working properly. Next, we're going to check the trailer parking brake. We apply the trailer brakes, release tractor brakes, press gas, truck isn't moved, trailer brakes held it and working properly. And now, we're going to check the hand valve again. Governor just cut off in the air pressure. We're going to build up air pressure again. Governor just cut off and our system is fully charged. And now, we're going to check service brake. Transmission drive, release tractor and trailer brakes going slowly forward. So, gently apply the brakes. truck stop straight, steering wheel doesn't turn left or right more than one inch. It means service brakes working properly. I'm applying my parking brakes, transmission is neutral and I'm finished and I'm finished my in-cab inspection. And now, We'll be able to check out the test and get ready. from 6 at the end. We'll see you later. And if you say that you did, then you won't find it по-хорошему тебя должны пропустить на следующий уровень если ты все сделал вот так как я сделал когда выходим всегда три поинта были ребята которые завалились только потому что неправильно выходили выпрыгивали из машины привет им всем от меня на самом деле кабинная инспекция это наверное самая большая самая важная часть вот особенно это air break тесты потому что как идет при trip inspection то есть за каждую там запчасть которую вы назвали которые списке у девичника там или по неважному какого принимающего там в этом планшете в этой программке то есть за каждую названную запчасть вам дает кредит балл point не знаю в общем когда вы наберете определенное количество вы проходите там следующий уровень семьдесят восьмой левел там какой-то сохранились в общем это вырежешь потом короче когда вы набираете определенное количество баллов вы про то есть проходить но есть моменты это air break тест это и брэк лиг тест лопрэш варен девайс и emergency spring breaks если хоть один из этих трех теста вы сделали неправильно то на этом ваш тест но он не заканчивается на этом он закончится в конце но он закончится провал еще такой момент если делая вот эти тесты или вообще неважно что вы сами нашли свою ошибку сами осознали и и всегда спросите экзаменатора я скажите я сделал вот это неправильно можно я переделаю и в 99 процентов случаев вам разрешат переделать один раз второй раз конечно уже не разрешат но один раз вам дадут право скажем так на такую вашу ошибку если вы ее сами нашли вы следы и и сами опознали как то так значит про сам экзамен экзамен состоит из трех частей первая часть это при 3 inspection значит вторая часть это называется basic skills то есть упражнения маневры и третья часть это непосредственно дорога каждой части они независимые если ты сдал одну то к ней уже возвращаться не надо сдал при 3 не сдал маневры но следующий раз начнешь маневров сдал при 3 вздал маневры завалился там по какой-то причине на дороге значит следующий раз будет только дорога вот что касается при 3 по есть трак поделен на четыре части одна из них обязательная это каплинг это соединение между траком и трейлером это 2 эти шланги и плюс там соединение пятое колесо вот сам трак поделен разделен грубо говоря еще на три части это перед трака то есть все что спереди и подкапотное пространство вторая часть это сторона трака то есть идете там по водительской стороне задняя ось трака и за в общем зад твоего ну транспортного средства скажем так вот и третья часть это сам непосредственно трейлер начал на экзамене вам выберут одну из трех но особо счастливы и как я говорил они там особо счастливы и попадается все три но есть ты выучил ты выучил но я так скажу один из ста имеет все три вот ну часть 99 это одну из трех выберут первую вторую третью часть всех называют форме и форме форме но на экзамене так никогда экзаменатор не говорит и даже если ты переспросишь экзаменатора типа ты имел ввиду там форму ей он сказать я не знаю чем то я тебе могу повторить свой спички снова да но то есть форме и форме и форме и такая их не внутренняя аббревиатура которую они там используют между собой там используют там в этих в этой их не программе специальной вот они выбирают одну то есть не они а компьютер выбирает одну делаешь эту форму потом они тебе говорят надо сделать каплинг делаешь каплинг потом идет проверка фар чаще всего ну по крайней мере у нас здесь который экзаменаторы они проверяют только задней фары это когда мы тренинги проходили вот на этот лисенс экзаменатора то есть нас учили так что если тебе попался перед трака ты должен проверять перед езди попался 2 часть то есть за твоего тракада ты проверяешь его задней фары есть попался trailer ты проверять трейлер для наши здесь экзаменаторы сдимы которые они всегда проверяют задние фары но это типа безопасность я думаю что там работают поворотники тормоза у тебя работа что сзади в тебя никто не влетит ну грубо говоря варико там работает все ну и после этого идешь вернее ты уже когда проверяешь фары ты идешь кабину опять таки по-разному как у нас здесь принимают эту проверку фары как нас учили на экзаменатора лайсенс да то есть здесь они проверяют как они встают сзади они тебе показывают налево направо аварийкой там кто рукой а кто-то ногой показывает там типа нажми на тормоз а как нас учили что мы должны просто в сзади стать смотреть и студент должен с окна говорить что типа я проверяю там левый поворотник включил лево по я проверяю правый поворот все а я ему просто большим пальцем поговорю что если работать а здесь я говорю у нас они то есть и показали налево ты включил лево поворотники отдает большой палец и все работает опять там свои нюансы где-то как-то так вот ну и после этого ты уже в кабине инспектор этот садится к тебе и делаешь кабину инспекцию с air brake тестами если все сделал хорошо то пошел на эти basic skills их на 3 м эти маневра опять-таки три маневра первый это задний ход просто надо проехать там стоит обычно по три конуса с каждой стороны на пятки это может быть любое количество конусов 3 6 9 не знаю проезжаешь ровно вперед надо проехаться пройти эти все коны выехать так что твой трак вышел вперед из всех этих конусов и потом ровно проезжаешь назад опять там дистанция 100 фит 30 метров грубо говоря ты проезжаешь так чтобы видеть последний конус перед твоим передним бампером второе упражнение это называется offset то есть нужно две линии нужно перестроиться там слева направо или справа налево проезжаешь опять-таки до определенной точки встаешь перестраиваешься соседнюю линию задним ходом и когда проезжаешь первые конусы останавливаешь на экзамен кстати многие ребята путаются мне там останавливается задний ход там делают не ну не там останавливаться это offset в общем всегда чтобы помнить задний ход едешь за последний конус offset останавливаешься за передним конусом ну и последний это параллельная парковка на параллельную парковку значит ну выставляют фишки делать такое место карман там ну и сдала заехать его еще такая вещь на заднем ходе у тебя есть один бесплатный как мы говорим не и бесплатный до один бесплатный одна бесплатная протяжка вперед то есть ты можешь протянуться вперед выровняться и дальше продолжить чем эта протяжка может быть на любую дистанцию метр 10 метров 20 метров сколько тебе надо и один выход на улицу то есть как ты можешь включить обязательно парковочные тормоза поставить на ней тралочку выйти на улицу посмотреть что там за 10 и необходимо там принять какое-то решение так вперед назад поехать на все эти и на параллельной парковки таких вещей по 22 выхода на улицу 2 2 протяжки вперед бесплатные протяжек вперед почему я говорю бесплатный может быть больше на заднем ходе 1 на все эти и на параллельной парковки по 2 их бесплатных потом они будут еще вы можете делать еще но за это будут давать штрафные баллы и если прошли все эти три упражнения три маневра вложились в определенные баллы не превысили кто переходите на следующий уровень вождения ну и там город ну вот таким получился получился in cab inspection я надеюсь что видео будет всем полезным пишите комменты делайте репосты ну и кому нужно будет кому нужен будет не хорошая автошкола правильный инструктор который правильно вложит в башку все 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 нужные моменты до пишите в личку ну пишите короче в личку все всем мир и удачи на сдаче экзамена